Менее часа назад в Мюнхене завершились переговоры международной группы поддержки Сирии. Участникам удалось достичь значительных успехов. Дипломаты договорились о возобновлении поставок гуманитарной помощи во все сирийские города в течение недели. Россия и Иране доставляла необходимые продукты и медикаменты в Арабскую республику, теперь же к ней намерены присоединиться и США. Особое внимание на переговорах уделили режиму прекращения огня. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, перемирие начнется через неделю и не будет распространяться на террористов. Перемирие не будет распространяться на ИГИЛ, Джабхат Ан-Нусру и другие аффилированные с ними организации, которые признаны террористическими решениями Совета Безопасности ООН. Поэтому наши воздушно-космические силы будут продолжать работать против этих организаций. Насчет целевой группы, которая создается для выработки модальностей и последующего наблюдения за соблюдением условий перемирия с участием военных, да, я думаю, что это будет помогать эффективно решать многие вопросы. Также Лавров подчеркнул, переход власти в Сирию не должен превратиться в переворот. Все должно произойти и при согласовании правительства и оппозиции. В свою очередь, госсекретарь США Джон Керри добавил, что все существующие разногласия необходимо решить в рамках женевских переговоров с участием президента Башара Асада. Редактор субтитров А.Семкин